Всем привет, с вами Максим, и сегодня мы знакомимся с Sony Xperia Z3+, не Z4, а именно Z3+, для международного рынка. В чем его отличие от Z4 и от японского? В Японии существуют свои стандарты, которых у нас в Европе, в России и в другом мире не существует. Это свой аналог NFC, который называется по-другому немножко, и есть свое цифровое вещание DVB-H для телевидения, которое, естественно, тоже в России не поддерживается. Ну и к тому же Z4+, Z3+, это более логичное название для этого устройства, тогда как в Японии решили назвать его Z4, видимо, потому что хотелось некоторым операторам показать это именно как новую модель. Не будем засорять на это внимание, вернемся к устройству и посмотрим на него поближе, что здесь лучше стало по сравнению с Z3. Здесь у нас изменился несколько дизайн, то есть торцы стали более такими гладкими, чем у Z3, можно посмотреть, здесь они были такими шершавенькими. Так, у нас NFC что-то передает, не будем это делать. Торцы здесь стали более гладкими, здесь они были матовыми, то есть здесь они такие же вроде бы металлические, но металл сам не ощущается. Видимо, они особо окрашены как-то, потому что видно, что вот при определенном свете оно так красивенько переливается. Интересный эффект. К тому же здесь глянцевые вот эти вставки. Раньше они были матовые, пластиковые, поликарбонатные, чтобы при падении устройства не так быстро билось. Здесь оно тоже все таким же образом. Микрофончик в другом месте. На этой стороне нет у нас теперь магнитного дока, потому что он уходит в прошлое. Все теперь к одному разъему, ну и видимо так оно лучше. Заглушка здесь теперь тоже интересная такая. На вид вроде бы ничего особенного, но внутри у нее вот такая вот штука, которая объединяет теперь и наносим, и микроэзди слот на одной вот такой площадке. Как вы помните, у Z3 здесь был микро-USB порт, ну а здесь у нас были отдельные слоты. Здесь теперь такого нет. Кнопка осталась такой же, по большому счету. Выглядит чуть, может быть, более как-то плоско, но на ощупь очень все то же самое, по-моему. В общем, внешний аппарат изменился не сильно. Внизу у нас появился, точнее, переехал с этого торца, с этого блока на нижний торец микро-USB порт, который теперь можно спокойно опунать в воду без заглушки. Креплюсь USB технология фирменная, которая появилась в Z4, не Z4 Aqua, Z4 Tablet, точнее, сначала потом Z4 Aqua, ну и теперь Z3 Plus и Z4 для Японии. Никуда не делалось крепление для ремешка, дань традициям старым. В общем, аппарат стал чуть-чуть тоньше, здесь было 7,3 мм, здесь теперь 6,9 мм. На вид и на ощупь разницы почти нет, тем не менее, аппарат позиционируется как более компактный и более удобный. Видимо, оно так и есть. Лично я на ощупь так особо не могу сказать, что он сильно отличается, но по весу разница тоже есть небольшая. В пользу Z3 Plus, здесь он легче немножко, здесь Z3 потяжелее. Ну, лично мне больше как-то нравится, наверное, такая вот тяжесть Z3, чем легкость Z3 Plus. Тем не менее, в руке лежат они примерно одинаково. В данном случае у прототипа здесь не выйти большие рамки, точнее, не рамки, а такие специальные кромки, выступы у боковой рамки. Видимо, для того, чтобы было удобнее класть аппарат на стол и бояться поцарапать переднюю и заднюю панель. Но с этим не ясно. Возможно, в прототипах так, а в коммерческих будет как у Z3. То есть, все гладко и все сливаться будет с поверхностью здесь вот. Здесь оно поострее как-то и более так выпирает, скажем так. Что здесь еще интересного появилось? Экран остался таким же по разрешению, таким же по размеру. Рамки тоже не сильно уменьшились. Если вообще уменьшились, по-моему, они не уменьшились. Главное, что здесь изменилось с экраном, он теперь не такой синий и не такой холодный. Ну, естественно, это тоже прототип. Возможно, в коммерческих экранах будут немножко отличаться. Тут уже точно сказать не могу и не берусь. Потом посмотрим. Но сейчас на камере это не сильно заметно. Но вот вживую можно явно сказать, что Z3 по сравнению с Z3 Plus очень сильно синит. И экран практически какой-то фиолетовый, а не белый. Вот у Z3 здесь намного лучше. Здесь более светлая белая панель. Яркость сейчас бешеная. Но здесь яркость стала еще более яркая, чем у Z3. Это тоже видно невраженным глазом. Но на камере этого сейчас не очень заметно. То есть, можете поверить на слово, что теперь еще лучше можно будет под солнцем все это видеть и наблюдать. Раньше из Z3 хорошо с ним справлялась, но Z3 Plus будет справляться еще лучше с этим. Из программных фишек здесь нового не так уж и много, но есть. Например, такая фишка полезная, как звук, она у нас связана с автоматическим определением наушников. То есть, аппарат сам оптимизирует звук под конкретные наушники, под любые проводные. Мы его можем включить или отключить. Например, я сравнивал сейчас AirPods с этим эффектом и без. В данном случае с Apple AirPods лучше слушать без эффектов, без этого дополнительного. Потому что с ним становится все намного более басовитее и мощнее. То есть, не каждому это понравится, но кому-то может понравиться. А вот если взять наушники поинтереснее, подороже и покачественнее. То есть, хазер момента мы у меня с собой были. И данная вот примочка очень неплохо улучшила звучание устройства. То есть, стало детальнее и чище звучание. Несмотря на то, что само по себе звучание от Z3 не отличается. То есть, несмотря на то, что здесь другой чип с набрегом 810, как вы помните, а здесь 801. То есть, в звуке разницы нет, но есть вот эта примочка, которая разницу в звуке все-таки дает. И это как минимум интересно. Появилась эта штука также в Z4 Tablet. Изначально там она есть уже. Но вот она тоже теперь будет. Из настроек звука здесь ничего нового больше отметить нельзя. Оболочка Lollipop тоже. Android. Последняя версия. 502 пока не 5.1. Видимо, потом будет 5.1. Номер сборки самый свежий. И здесь мы можем видеть уже вот кнопочку эту, например. А также возможность изменения размеров иконок. То есть, были большие значки, стали маленькие значки. Как это выглядит в сравнении Z3 с большими значками, например. Можете вот сравнить. То есть, разница ощутима. То есть, кому что удобнее, кому что больше нравится. Также, что здесь подверглось изменению. Здесь теперь 32 гигабайта памяти. Это единственная версия. Здесь было 16. А карты памяти остались. Достаточно 28 гигабайт. То есть, можно вставлять карточки. Ну и 32 гигабайта все-таки лучше, чем 16. Больше приложений влезет. Больше можно музыки записать внутрь. То есть, не нужно обязательно иметь карту памяти для этого. В камере здесь улучшений тоже немного. Остался тот же модуль, тот же сенсор. Но теперь здесь есть режим, который автор режим, под автор режим. В общем, он познает еду. Когда мы снимаем еду, это полезно для инстаграма, наверное, будет. Он познает еду и делает ее, видимо, красивее и сытнее на вид. Наверное, не знаю, как-то привлекательнее на вид. В общем, чисто программное улучшение, программная фишка, но прикольная. Фронтальная камера здесь 5-мегапиксельная, здесь была 2-мегапиксельная. В общем-то, наверное, здесь все отличия. По сборке, по качеству здесь все хорошо. Тоже ничего не шатается нигде. Все очень неплохо. Аппарат появится в продаже где-то в конце июня. Цена пока непонятна, потому что все-таки с валютами еще тоже не все ясно. Сейчас Z3 стоит около 38 тысяч официально. Возможно, уже даже чуть ниже будет к тому времени, когда вы посмотрите это превью. Но Z3 плюс, наверное, надо ждать около 40 тысяч плюс-минус в таком районе, в таких позициях. Что еще можно про него сказать? Наверное, больше-то особо и нечего. Вроде бы я ничего не забыл про него. Пару слов о стереодинамиках. Здесь их расположение идентично Xperia Z2, у Z3 они выглядят иначе. И звучат они тоже иначе. У Z3 звук, если вот ставить их вот так, то есть класть вот так, то звучание у Z3 громче. Но стоит, если их перевернуть вот таким вот образом, и у Z3 звучание сразу же задухает, его не слышно вообще, у Z3 плюс все остается громко, слышно и чисто. То есть, если вам это важно, то есть вы не хотите пропускать звонки, например, и вам важно услышать рингтон, и вы при этом кладете аппарат экрана вниз частенько, то Z3 плюс, конечно, в этом плане будет лучше. Несмотря на то, что звучание по громкости отличается не сильно, но все-таки немножко в пользу Z3. Вот такой вот интересный момент. Ну, на этом, наверное, пожалуй, все. Задавайте вопросы, оставляйте ваши комментарии. В полноценном обзоре протестируем все как следует. И нагрев, и ненагрев, и бенчмарки. Особенно интересен как раз вопрос бенчмарков и нагрев, потому что здесь чип стандартный X110. Судя по всему, первой ревизии. Посмотрим, как программисты Sony с ним справились, инженеры. Надеемся, все будет хорошо. Так что ждите полноценного обзора. Спасибо за внимание. С вами был Максим. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»